Уральская кухня 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 Следующим ингредиентом Который мы сюда заправляем Это лук Все мы режем колечками Абсолютно все Режем колечками Полупольцами Как получается И есть два вида Допустим Мама у меня любит Чтобы было Знаете, как сказать Ну, помягче Да? Чтобы оно помягче И тогда надо Резать чуть-чуть потоньше Я люблю, как говорят, аль денте, чтобы с небольшим хрустом внутри. Я режу для себя толстыми кусочками, и когда ставишь по времени, в принципе, что так, что эдак, ставится на 40 минут в духовку, но получается внутри как будто она хрустящая. То есть вот этот лук у нас режется кольцами или полукольцами. Одной луковицы достаточно? Одной луковицы достаточно, все зависит от того листа, который мы будем применять. И, соответственно, чаще всего одной такой средней луковицы вполне достаточно. Раскладывается он, ну, таким образом я его, как сказать, отделяю друг от друга, для того, чтобы потом было удобно его кушать. Ну и чтобы... И чтобы чувствуется, чтобы лук есть, правда? Когда мелко его нарежешь, он лучше его и не почувствует. Да, здесь еще тут такая золотая середина, для того, чтобы не переборщить. Лук? Ну, всех ингредиентов должно быть. Вот самое лучшее блюдо, мама меня научила резать салат. И салат, допустим, овощной салат, куда заправляются огурцы, помидоры, сладкий перец, лучок и листва. Зеленушка режется очень мелко, очень мелко. Ну, вот, насколько возможно это мелко нарезать. Для чего? Потому что, когда... Почему он называется салат? Когда на вилочку, так сказать, берешь, каждый ингредиент должен быть на вилочке. А мы привыкли, что салат, свежий салат делать как? Большими кусками нарезать, чем-нибудь сбрызнуть. Вот именно как салат, вот, для себя я понял, что режу очень мелко. И еще лайфхак такой, мама добавляет морковку туда. Да, и она дает такой хруст и очень необычно. Вот, никогда не видел в таком салате морковку, но очень необычно получается. Кстати, потом, если маму пригласим, попросим ее... Пригласим, конечно, такую замечательную маму. Итак, Герба... И рецепты-то все названы ее именем. Это же замечательно. Так, все будет рядом. Следующее, получается, мы делаем, знаете как, по степени прожарки. Капуста не дает вот этому блюду, получается, засохнуть. Она даже, если внизу немножко бывает такое, что, например, если с огнем немножко перепутаешь, чуть сильнее сделаешь, нижний слой, чуть-чуть он становится такой поджаристый, но он дает такой, знаете, аромат, типа вот как копчености такой, именно небольшой. Вот. И распадываем, потому что большая температура у нас снизу будет идти. Поэтому следующим ингредиентом, которым мы выкладываем, это картошка. Как мы режем картошки? Режем картошки. Как мама режет? Режем колечками. Колечками, да? Да, и, соответственно... И маму также колечками режем. Да, и смотрим, ну, допустим, чтобы золотая середина была, это примерно 2, максимум 3 миллиметра у нас должны колечки получиться. Я вот в любом случае первую вот эту часть не солю, потом выкладываем картошку, также колечками. Так же мы говорим, у нас же есть выражение, щепотка соли, щепотка. Я сейчас обратил внимание, что соль, соли, соли рознь. Я вот привык брать экстра соль. Она мелкая, вот. И поэтому по вкусу она, ну, как сказать, ярко выраженная. То есть наша соли-летская соль, она, которая крупная. Крупная, да. Да. Мы прямо ее берем в жмень. Да, ее можно вот в жмень. Ей можно присаливать. А с такой тонкой даже соли-летской солью надо уже осторожнее. Да, надо быть осторожным. Да, она экстра. Вот, как прям торт, ну, получается, слой того, слой того, слой того. Да, 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 и получается, как торт. И картошку мы начинаем присаливать, да? Да, и картошку начинают присаливать. Это морская соль, и она по вкусу, так сказать, не ярко выраженная, поэтому ее можно... И она, наверное, иодированная. И она иодированная, и она плюс еще и полезная. Ну да, мы живем в йодододепититном районе, дорогие телезрители. Поэтому ее смело можно применять и использовать. Что у нас еще? Следующий баклажан. Здесь два вида, как сказать, два способа готовки. Мама его всегда чистит. Баклажан? Да, баклажан чистит. Я не знаю, насколько это актуально. Я не чищу, и получается так же вкусно. Поэтому на ваше усмотрение, на вашу... Мы не чистим. Да. Нам просто некому это чистить. Но мама, конечно, с карапулялого, хирургически подходит к каждому рецепту. Да. А вот ей надо было накормиться, получается, сколько мужчин в доме в ее молодости. Мама, сколько мужчин в доме. Получается мама, папа, четверо братьев. И, соответственно, у нас так заводилось, что у нас всегда был полон дом гостей. Всегда был полон дом гостей. Это уже пять мужчин, получается, накормить. Мама выросла сама родом из города Ишкаралы, а с 60 километров от Ишкаралы, небольшая деревушка, хотя как небольшая, но Аршанский район, как же деревня, Аршанка называется, я не знаю, насколько сейчас она. Да, по-моему, ваш королев, мы все совершаем экскурсию в центр, поскольку в центре города создан из мини-столиц Европы, и как будто ты вам подаешь еду, если я, конечно, не ошибаюсь. Но Мариэлл нам, конечно, подарила очень много впечатлений, вы не были там никогда? Я был в детстве. У бабушки? Да, в свое время, мы ездили частенько к бабушке, и, соответственно, вот эти воспоминания сохранились, но сейчас я даже не знаю, насколько изменился город, не могу сказать точно. Вот, ну, говорят, что он развивается и тоже растет, у них там и предприятия, заводы. Большие города, да. Кстати, чем славился в свое время в Советском Союзе Орск на весь Союз? Это Орской тушенкой и Орскими сладостями. А колбаса? Да, и Орскими колбасами. И, соответственно, Вишкаралет тоже одна из самых лучших в тушенок. Ну, то есть, у них тоже свой комбинат, и очень похожи. Мама, когда приехала в Орск, она говорит, я когда попробовала местные сладости и... Чеченого гор, да. Чеченого гор, метеорит, она говорит, я ностальгия вот по детству, по родному краю. Мы очень похожи. Сто раз помнишь свое время. В свое время мой лучший друг, мы с детства, с пятого класса вместе, он на протяжении, вот пока с пятого по девятому учились, каждый день абсолютно заходил за мной, и мы шли вместе в школу. Вот, и он переехал после одиннадцатого класса, поступил в Москву в институт, прожил, по-моему, порядка, в районе десяти-одиннадцати лет он прожил в Москве, и очень много путешествовал по разным странам, по разным городам, в основное, что ему больше, не знаю, нравилось, не знаю, больше нравилось. Какой дождик получается у нас в Индии, и он говорит, я много путешествовал, столько ездил по разным странам, искал то место, где я хочу остаться, и в конечном итоге он вернулся в Орск, и говорит, я столько лет искал свое лучшее место, оказалось это моя родина. Вот по части перца, кто как, принимайте решение сами, я обычно оставляю здесь ее и нарезаю. Это мама ваша будет все это с крупы делать. Мама будет, как сказать, высвобождать только семечки засыпать. Вот по части перца, здесь на ваше усмотрение, он делается, он дает перец, дает такой сладковатый, пряный оттенок, вкусы. Почему вот каждый слой мы потом будем нарезать, когда он уже после готовки, и он прям вот, знаете, как прям, реально как тот получается. И вот именно когда все ингредиенты собираешь на вилочку, получается такой букет, там вот как букет вкуса. А он чем-то заливается, нет? Ну, ничем не заливаем. Вообще ничего. Чуть-чуть только сбрызгивают его либо оливковым, либо растительным маслом. Дальше у нас что идет? После перчика. Сейчас аккуратно разложим. Еще, да, не то что такое, тут вот такая красота у вас. После перца идет помидоры, также мы их нарезаем колечками. Так, и тут помидоры у нас. Да, вот обратил внимание, сам готовлю, и залог успеха это остро наточенные ножи. Чем острее наточен нож, тем тоньше можно нарезать помидор. Но в нашем случае помидор, когда слишком тонко нарезаешь, он не выдает сок, и он быстро подсыхает. И, соответственно, мы его нарезаем чуть толще, чем основные ингредиенты, условно, где-то миллиметров 4-5, и раскладываем. В целом, тот готов, да, мы можем пока убрать это в духовку, пусть он готовится, и буквально за 10 минут до того, как будет готово, то есть, например, он готовится в 40 минут, мы на 30 минут ставим, потом за 10 минут мы натираем сюда сыр и посыпаем зеленушкой. Итак, дорогие телезрители и уважаемые Дима, наш торт «Мамина грядка», приготовленный по рецепту мамы Валентины Ивановны Сагины. Валентина Ивановна Сагины получился вот стараниями ее сына Дмитрия. Вот, а вам остаются только новогодние пожелания нашим землякам, Южному Уралу, своему городу, своим друзьям, своим близким. Ну, пользуясь случаем, конечно же, передаю привет мамулечке, вот, а всем нашим зрителям, нашим землякам, и кто увидит нашу передачу, желаю самое главное крепкого здоровья, конечно же, мирного неба над головой, и, знаете, мечтайте, и ваши мечты обязательно исполнятся. Ну, а мне остается добавить, пусть снегопадами вам сопрится счастье, пусть метелью вам радость кружит, пусть ураган уносит все несчастья, чтоб каждый день был праздником прожать. С вами были авторы ведущие этой телепередачи Татьяна Фрик и наш гость, ведущий праздников и юбилеев Дмитрий Котов. Благодарю вас. Всего доброго. Всего доброго, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!